Мощные снегопады обрушились на северо-восток Соединенных Штатов. Аэропорты отменяют рейсы, закрыты школы. В двух штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси введено чрезвычайное положение. Снежный покров там достигает полуметра. Подробности у нашего корреспондента в США Надежды Дерманской. Не садиться за руль, пользоваться общественным транспортом, без надобности не выходить из квартиры. Вот советы властей американцам на ближайшие дни. 22 местных штата оказались в плену у снежной бури. Совет оставаться дома, впрочем, слегка запоздал для авиапассажиров. Тысячам американцев, которые в эти дни возвращаются домой после зимних каникул, пришлось нелегко. Минувшую ночь они провели в аэропортах. В Бостоне, Чикаго, Кливленде и Нью-Йорке отменили более двух тысяч рейсов. Остальные вылетают с опозданием. В городах в срочном порядке вывели на улицы всю снегоуборочную технику. Как, к примеру, в Нью-Йорке. Там непогода стала первым серьезным испытанием для нового мэра Билла де Блазио. Занявшего пост городоначальника 1 января. На улицах работают 450 больших и маленьких разбрасывателей соли. Будут обрабатывать самые сложные участки. С раннего утра на ногах и коммунальные службы в столице, Вашингтоне. Антонио с напарником чистят улицы от намерзшего снега. Сюрпризом это не стало. Синоптики предупреждали. Поэтому морально мы были готовы. Холодно работать, конечно. Многим горожанам с утра пришлось менять планы на день. На работу нет. Если есть возможность, лучше не ехать. Лучше перестраховаться. Сегодня буду пешеходом. Погуляю. Всего в снежной ловушке оказались около 100 миллионов американцев. Буря сопровождается сильнейшим ветром, снегопадами и морозами. Из-за плохой видимости и обледенения ухудшилась ситуация на дорогах. Во многих городах в готовность привели уличные пункты обогрева. Кому такая погода в радость, так это детям. В нескольких штатах из-за ненасти отменили занятия в школах. Надежда Дерманская, Никита Исайко. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Продолжение следует...